доброе утро ребята и этот день настал я возвращаюсь в университет спустя полгода до последний раз на территории университета я была в ноябре 2020 года как раз когда писала заявление на академический отпуск и вот сегодня я туда снова возвращаюсь для тех кто не видел мои последние видео напоминаю что сейчас я работаю над написанием с по математическим методам в исторических исследованиях и на это я себе дала 7 дней то есть целиком и полностью семь дней это общее время то есть от выбора темы подбора литературы прочтение всей литературы а надо 5 книг до написания с 7 дней сегодня день 5 и как я уже говорила но еще раз напомню я уже прочитала три книги 5 6 статей из которых конечно какую-то информацию я нашла вот но я не знаю пригодится она мне или нет тем не менее я решила поехать в университетскую библиотеку в фундаментальную библиотеку ргпу имени герцена это самый главный корпус всей серии библиотек герцена университета и именно туда я сейчас и направляюсь чтобы восполнить пробелы своих знаниях именно в той области о которой я сейчас буду писать с как вы знаете пишу эссе в области археологии математических методов в археологических исследованиях с чем у меня сейчас большие проблемы конечно же я сейчас сижу разговариваю а за окном идет снег в конце апреля идет снег это вообще нормально в общем ладно хватит болтать я уже готова я уже собралась и поедем в библиотеку вы вообще видите что творится за окном просто снегопад да уж петербург полон неожиданностей а и Субтитры сделал DimaTorzok 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 В общем, ребята, мы теперь на территории Герценовского университета. Знаете, я так давно была в университете и, в принципе, отвыкла от вот этой утренней рутины, когда ты собираешься, что я вообще забыла позавтракать. Серьезно. То есть, когда я ходила в универ, завтрак это самое-самое основное, потому что до обеда дожить без завтрака очень сложно. Я, в общем, забыла, что надо есть по утрам. Поэтому пришлось зайти в Starbucks взять свои самые вкусные сырники. Кстати, если вы, не знаю, ищете, где поесть вкусных сырников, то вот в Петербурге, я знаю, есть два места с самыми просто потрясающими сырниками на свете. Первое место. Это паб Диккенс, который находится на набережной реки Фонтанки. Это английский паб. Потрясающе красивое место. Там все такое деревянное, английское. И там очень классные сырники. Каждый раз, когда мы с ребятами там встречаемся, я всегда заказываю себе сырники. Только поначалу заказывала себе большой английский завтрак. Вот. И второе место, где тоже невероятно классные сырники, это, конечно же, Starbucks. Кстати, в Starbucks я в основном беру молоко горячее, миндальное, потому что кофе, это чисто для экзаменов. Вот. Большая такая штука кофе перед экзаменом вообще замечательна. Поэтому можно сказать, что все свои экзамены в университете я сдавала, находясь под огромной дозой кофеина и под круассану с миндалем, конечно же. В общем, такая хорошая погода. Зашла я без проблем. И мой пропуск действует. То есть вообще сразу приложился, я даже удивилась. Вот. Зашли мы как раз с главного входа, я вам показывала. И сейчас я сижу напротив корпуса фундаментальной библиотеки РГПУ имени Герцена. Это одно из самых красивых сооружений на территории. И я дома посижу немножечко, поболтаю с вами. И сейчас уже пойду и покажу, конечно же, подход, собственно говоря, к библиотеке. Он тоже нереально классный сейчас. Посмотрите. Вот корпус. Представляете, какая красота? И, кстати, вот здесь вот, видите, вот эти вот три окна. Там стекла в пол идут. И там тоже есть зал. Там находится зал с большими аквариуми, в которых плавают разные-разные рыбки и креветки. Представляете? И в этом зале как раз часто проходят какие-то конференции, потому что там одно из самых удобных освещений, если можно так сказать. Там есть подиум, проектор, все, что нужно. Вот. И, конечно же, я очень люблю этот зал. Но самый-самый мой любимый зал, это, конечно, зал, как я называю, научного работника. Потому что там такие деревянные-деревянные столы. Ты там сидишь и чувствуешь себя, знаете, каким-нибудь суперкрутым академиком, не меньше. В общем, обогнули мы уже корпус библиотечный. И сейчас я допью свое молоко, чтобы со стаканчиком не идти, потому что бывают такие стаканчики библиотекарей немножко нервируют. Ну, типа ты там пролить можешь вообще, никаких проблем брать с собой на учебу, что-нибудь попить в стаканчиков никаких нет. У нас все к этому абсолютно нормально относятся. И на парах можно увидеть, как все сидят и пьют кофе из стаканчиков. Вот. Никак это не мешает заниматься, продуктивности не мешает. Могут даже иногда шоколадки хомячить, но это очень громко и шумно, поэтому лучше делайте это в коридорах. Да. Поэтому, да, сейчас допиваю молоком и идем в библиотеку. Проверим, работает ли мой библиотечный билет. Хотя, если проходная карта работает, то и библиотечный билет, конечно же, тоже будет работать. И мы приступим, наконец-то, к занятию. Потому что у нас сегодня какой-то получился, знаете, такой прогулочный влог по территории университета РГПУ имени Герцена. Ну, я, кстати... Да, еще. Я первый раз взяла с собой камеру со штативом и с микрофоном, вот так вот, чтобы гулять и в магазины заходить. Хотя нет, первый раз был в Леонардо, когда я ходила. Когда я зашла в Старбакс, парень мне так стал улыбаться там, хотя я его не снимала совсем, вот. И он мне, не знаю, разрисовал весь стакан. Я вам уже показывала, но все равно. Вот, разрисовал весь-весь стаканчик. Ну, вряд ли он смотрит мои каналы и знает, кто я. Ладно, оставим это. Ну, в общем, красивенько так разрисовал. Солнышко, тут все дела. Это так приятно. Мне всегда нравится, когда они что-нибудь такое прикольное рисуют на стаканчиках. Вроде мелочь, а знаете ли, приятно. Ладно, идем заниматься. Хватит болтать. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну тоже в археологии Я верна археологии В общем я завтра И наверное еще и послезавтра Приеду в библиотеку И буду сидеть писать эссе Именно там Кстати, слышите шум? Это открылась навигация И сейчас по каналу Мойко Который вон там Едет паромчик С туристами И они смотрят как раз сейчас На наш университет И кстати, раз уж я собираюсь И завтра, и послезавтра Приезжать в университет Заниматься в библиотеке Я хочу еще одну такую штуку сделать Попробовать купить себе, продлить себе БСК Знаете, вот эти студенческие проездные билеты Которые стоят, по-моему, 1100, что ли, на все виды транспортов на месяц Так вот, когда я ушла в академический отпуск Я не стала продлевать себе БСК вот эти вот Потому что я, во-первых, ездить никуда не собиралась Поэтому мне не было смысла тратить 1000 рублей на это дело А во-вторых, мне еще сказали, что вроде как он не будет действительным Пока ты находишься в академическом отпуске Вот, поэтому у меня сегодня уже сработала проходка У меня все отлично зашло в библиотечной системе То есть никаких проблем не было То есть карточка вот отлично работает библиотечная Вот, может быть, у меня еще и сработает купить себе БСК, чтобы не тратить деньги так В общем, ладно, пойду попробую купить себе БСК Ну и вообще поеду домой Буду перестраивать свой мозг на написание эссе по статистике По статистике в археологии Статистическим методам в археологии Так бывает, то поделать Ладненько, спасибо, что были со мной сегодня Надеюсь, вам понравилась территория Герценовского университета Вот, и вы захотите тут учиться Особенно надеюсь, что вам понравилась библиотека Хотя я ее совсем чуть-чуть поснимал Но у меня еще будет целых два дня, которые я буду туда ходить Поэтому буду еще снимать И сейчас я покажу вам второй вход на территорию Герценовского университета Который я как раз и пользуюсь То есть это вход со стороны мойки Там будет Красный мост Пойдемте посмотрим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok